Всем привет! Меня зовут Катя. Сегодня мы приготовим несложное, но всеми любимое блюдо – кексы. Этот рецепт базовый, в него можно добавить какао, орехи, ягоды, шоколад или что еще захотите. Но сегодня именно мы будем готовить кексы с шоколадом и меренгой. Для кексов нам понадобится 2 яйца, стакан сахара, стакан йогурта, упаковка разрыхлителя, 2 стакана муки, 100 грамм сливочного масла и 2 плитки шоколада. Взбиваем яйца с сахаром, пока они не увеличатся в несколько раз в объеме. Потом добавляем туда остальные ингредиенты. В самом конце высыпаем муку и разрыхлитель. Готовых шоколадных чипсов у нас нет, да и вкус лучше, если использовать обычную шоколадку. Порежем ее на мелкие кусочки и хорошо перемешаем с тестом. Взбивать не нужно, достаточно просто хорошо перемешать, чтобы кусочки шоколада остались целыми в кексах. Включаем духовку на 180 градусов и начинаем накладывать наши кексы в форму. Мне нравится использовать лайнеры, так и форма проживет дольше и мыть меньше. Кстати, для того, чтобы все кексы были одинакового размера, удобно использовать ложку для мороженого. Для итальянской меренги нам понадобится сахарный сироп и взбитые белки. Для сиропа нам надо 125 грамм сахара, 45 грамм воды, кастрюля, стакан холодной воды и ложка. Включаем огонь выше среднего, а тем временем будем взбивать белки. Возьмем два белка и щепотку соли. Обычно для проверки готовности сиропа используется кондитерский термометр, но поскольку у нас его нет, воспользуемся подручными средствами. Когда вы увидите, что сироп изменился в консистенции, стал гуще, возьмите ложечка немножко сиропа и капните в воду. Если вы в воде, можете скрутить пальцами шарик, тогда сироп готов. Когда белки хорошо взбили в мягкую пену и сироп готов, выливаем горячий сироп тоненькой струйкой в белки, не прекращая их взбивать. Продолжаем взбивать, пока не получим желаемую консистенцию. Крем получается бархатистый с жемчужным оттенком. Далее украшаем кексы в соответствии с вашими творческими способностями. Это был кекс с шоколадом и меренгой. Меня зовут Катя, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал, дальше будет больше ненапряжных рецептов.